Без уголовных наказаний штрафов в Астане объявят амнистию капиталу, который находится за рубежом. Соответствующий закон уже направлен на подпись главе государства. Подобная мера позволит бизнесменам вкладывать деньги в экономику своей страны. Капиталы перестанут утекать за границу. Подробнее расскажет Майя Тенейсбаева. Штрафы за невыплаченные налоги отменят. Правительцы Казахстана решили бороться с теневой экономикой и коррупцией. Деньги, которые раньше хранили в зарубежных банках, можно будет легализовать и задекларировать. Тогда капиталы перестанут утекать за границу. Если в стене есть какая-то дыра, то эта дыра объективно привлекает вора. Есть два способа, как с этим бороться. Первый способ – это посадить надзирающего около этой дыры и смотреть, когда вор туда будет проникать, для того, чтобы этого поймать. Это карательный способ подхода. Он может быть какими-то отдельными органами привлекателен. Тогда можно объяснить свое существование и показать эффективность своей работы. И второй способ – эту дыру заделать, чтобы исключить возможность и коррупционных деяний, и уменьшить долю теневой экономики. Разработать этот законопроект поручил президент страны Нурсултан Назарбаев. Таким образом, власти рассчитывают вывести из тени до 12 миллиардов долларов. Люди стараются, средний класс, кто даже хотя бы небольшую денежку имеет, что-то такое приобрести за границей. Сама власть, интенсивно осуществляющая внешний ввод капиталов, время от времени заинтересована в том, чтобы сюда что-нибудь вернуть. Задекларировать и легализовать капитал можно будет осенью этого года. Амнистия – дело добровольное, говорят в Национальной палате предпринимателей. Однако тот, кто решил снять средства со счета, должен будет заплатить налог. 10% от этих средств будет удержано государству. Либо также данный человек может эти средства использовать, вкладывая эти средства в народное IPO, в акции и облигации государственных компаний. Амнистию капитала в Казахстане уже проводили дважды в 2001 и 2007 годах. Первый раз надеялись легализовать около 3 миллиардов долларов, а вернули лишь 500 миллионов. Во второй раз уже 7 миллиардов. Однако обе эти амнистии эксперты признали неэффективными. Большая часть вывезенных из страны денег так и осталась на зарубежных счетах. Те, кто вывели капитал за рубеж, они в принципе там и будут его держать. Какой смысл его сюда возвращать? А те бизнесмены, которые работают на территории Казахстана, и те, которые получили эти средства не совсем легально, но без таких, скажем так, злостных нарушений в части коррупции и так далее, то в принципе им имеет смысл это сделать. В том, что амнистия капитала все же необходима, специалисты не сомневаются. Экономика страны нуждается в дополнительных средствах. Бюджет республики испытывает дефицит. Правда, по словам экспертов, результат этого года тоже может быть не так хорош, как того ожидают. Мэй Тенисбаева, Чингис Моисеитов, Асхат Асанкулов. Новости Содружества. Казахстан.